Можно ли писать акрилом так же, как маслом, через пятна? Такой вопрос очень часто задают мои ученики на моем онлайн-курсе. И чтобы закрыть, наконец, эту тему, я записал обучающий урок по портрету акрилом. Через пятна, конечно. Какие же в итоге основные отличия акрила от масла? Самое основное, это, конечно, то, что он высыхает довольно быстро. Но с технической точки зрения более важно то, что консистенция совсем другая у акрила, и цвета замешиваются совсем по-другому. Если вы пишете через пятна и довольно быстро, то, в принципе, акрил не успевает засохнуть, а поэтому разницы особо не чувствуется. Самая основная проблема, на мой взгляд, с акрилом, это то, что при высыхании он меняет цвет. В моем случае я использовал краски ладога, и при высыхании они довольно сильно темнеют. Ну и, в принципе, при подборе оттенков в масле точность подбора цвета гораздо выше. Но тут я замечу еще тот момент, что маслом я писал очень много, а акрил у меня опыт небольшой. Может быть, из-за этого, собственно, и возникают эти проблемы. В остальном с акрилом вполне приятно работать. Смешиваются краски с водой, смываются кисти водой без каких-либо растворителей. Ну и плюс, как я понимаю, по цене акрил выходит чуть-чуть дешевле, чем масло.